В ближайшие выходные в Москве пройдут всероссийские соревнования по молодому, но уже популярному виду спорта на пилоне. В числе 50 участников будет и тройка лидеров кировских областных состязаний. О неизвестном полдэнсе и о тех, кто его продвигает в нашем регионе, расскажет Анастасия Каминская. Пилон – стержень, вокруг которого и образовалось это новое направление. На название шест приверженцы полдэнса обижаются. Они вообще стараются отделиться от стрип-направления и акцентировать внимание на атлетизме и артистизме. Каждый день ты превосходишь сам себя и изучаешь, понимаешь, как твое тело начинает двигаться и что ты можешь всем телом достичь, всеми силами и своими умениями. Ирина Морозова три года назад была первопроходцем в направлении полдэнс, называет себя самоучкой. Во всероссийских соревнованиях она примет участие как педагог. Требования очень серьезные. Как и в художественной гимнастике у нас запрещено распускать волосы, запрещено оголять декольте и носить тонкие шорты, ни в коем случае никаких стрингов, даже каблуки запрещены. Трое наших девушек представят сразу оба направления полдэнс. Двое выступят в направлении акробатик, где акцент делается на выносливость и физическую подготовку. Наталья Куликова в направлении артисти, где помимо трюков важную роль играет хореография, грация, образ. Образ придумывала я. Танец придумывали вместе с Ириной Морозовой. Образ Джека Повелителя Тык из моего одного любимого мультика. Музыка из этого же фильма соответствующая. Очень красивая. Костюм с орнаментом летучей мышки. Танец на пилоне становится все популярнее. Наибольшее развитие он получил в Европе, США и Австралии. Растущее мировое пилонное сообщество стремится к тому, чтобы пилонный танец серьезно воспринимался как спорт и вид искусства. И в данный момент федерация собирает документы на подачу заявки в Олимпийский комитет. И тогда к олимпийским видам спорта добавится еще один – полдэнс. Анастасия Каминская, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.